приветствуем вас друзья на канале даниила и лариса сегодня приготовим американский сыр монтерей джек ну и начнем в первую очередь с истории мы с ларисой будем его готовить как бы все спрашивают почему лариса так редко бывает в кадре лариса просто стесняется и вам вот отвечу на этот вопрос нигде любит у меня лариса сниматься дорогие друзья сыр монтерей джек появился в калифорнии в городе монтерей изобрели его причем ну первые сделали мексиканские монахи францисканцы вот восемнадцатом веке потом некий америкос джек поставил все это на коммерческие рельсы и сыр начал называться джек также и сухой джек сейчас расскажу ну а по названию места где он производился монтерей город его последствия называли уже монтерей джек по поводу самого сыра сыр может быть разных соус сроков созревания то есть он может быть молодой в принципе он будет готов через месяц также если мы делаем молодой монтерей в него как и в качоту можно вмешивать всякие вкусности но допустим мексики этот сыр делают с лепестковым перцем но с молотым перцем только молотым не в порошок а именно молотый лепестками вот как турецкий перец примеру также этот сыр может быть сделан по аналогии пармезана он называется сухой джек или драйджек ну что в переводе с английского и означает сухой джек тогда он выдерживается от 6 месяцев традиционно сыр покрывается черным воском но как бы черного воска у нас нету будем покрывать желтым латексом есть есть черный воск ты купила черный воск моя ты радость класс тогда у нас будет самый настоящий монтерей джек кстати в ближайших видео сделаем обзор разницу между покрытием воском и вакуумным пакетом для созревания сыра тоже посвятим целое видео этому будет интересно вот дорогие друзья итак приступим сейчас коротко расскажем о ингредиентах сказал не сказал наш срок мы будем выдерживать два месяца то есть сделаем такой не совсем молодой но и в то же время не будем делать драйджек то есть сухой джек в общем будет выдержка у нас два месяца но об этом позже вы увидите в дегустации кстати дорогие друзья если вы еще не знали лариса ведет свой канал называется путешествие даниила и ларисы ссылочка на этот канал есть в конце видео и также есть в шапке на главной шапке нашего канала если вам интересно заходите смотрите мы рассказываем о наших путешествиях рассказываем всякие лайфхаки о курортах и местах ну в общем заходите подписывайтесь смотрите вернемся к сыру значит сыр делаем из вчерашнего молока парное молоко нам не подходит берем вчерашнее молоко дневной дойки также по поводу магазинного молока сыр можно приготовить из пастеризованного молока из ультра пастеризованного молока приготовить сыр не получится из Из молока длительного срока хранения, которое там рассчитано на 3-4 месяца хранения, тоже приготовить сыр, к сожалению, не получится. И, конечно, лучше всего фермерское молоко. Если вы используете фермерское молоко и не очень доверяете, покупаете его у каких-то последников, допустим, у каких-то бабушек, которые его перепродают, тогда его лучше пастеризовать. Мы покупаем у проверенных фермеров, поэтому не пастеризуем, его делаем из цельного молока. Молоко вчерашнее, на нем подняли сливки, часть сливок мы сняли, и снимаем не все сливки, то есть молоко не сепарируем, снимаем часть сливок. Делаем это опционально, потому что из сливок готовим масло и сметану. На нашем канале, кстати, есть видео, как приготовить домашнее масло, как приготовить домашнюю сметану в разделе сыры. Заходите, смотрите, если вам интересно. То есть сливки можно не снимать, но молоко должно быть обязательно вчерашнее. Из ингредиентов нам понадобится порошок сухой мизофильной закваски, молочнокислые бактерии. Закваска должна быть не газообразующая. Молокосвертывающий фермент. Можно использовать сычужный телячий фермент, можно, в принципе, использовать сычужный животный фермент. Мы используем растительный фермент химозин. Ну, собственно говоря, почему мы его используем? Потому что телячий фермент значительно более требовательный к хранению. И почему-то несколько раз нам попадался он или просроченный, или, может быть, нагретый, потому что он должен храниться только в холоде. У нас не образовывался сгусток. Растительный фермент химозин значительно более неприхотливый к хранению и более прогнозируемый при образовании сгустка. Еще нам понадобится хлористый кальций. Мы используем порошок хлористого кальция, делаем из него 10% раствор. Можно использовать аптечный 10% раствор хлористого кальция. Смотрите, дорогие друзья, если вы используете пастеризованное молоко, то использование хлористого кальция при приготовлении сыра обязательно. Потому что при нагревании молока выше 40-45 градусов ионы кальция каким-то образом распадаются. Я не химик, но знаю, что кальций в молоке распадается. И его не хватает для образования сгустка. Поэтому мы насыщаем пастеризованное молоко, добавляя туда раствор хлористого кальция. Если мы используем обычное цельное коровье молоко, не пастеризованное, тогда добавлять хлористый кальций не обязательно. Но мы добавляем, потому что... Ну, потому что... Потому что, собственно говоря, это молоко живого животного, скажем так. И добавляя хлористый кальций, мы получаем более стабильный результат и немножко больше выход сыра. Но делать это не обязательно. Вот что касается ингредиентов. Из оборудования нам понадобится водяная баня. Мы используем мармит. Это оборудование для столовых. В общем, на днях выйдет уже обзор. Я его уже практически снял, практически подготовил. Сейчас делаю техническую информацию по обзору именно нашего мармита. Расскажу, что надо для сыроварения, как лучше купить, где лучше купить, какие технические характеристики, какие могут быть подводные камни. Поэтому сейчас не буду останавливаться на этом мармите. Понадобится нам обязательно форма для приготовления сыра. Мы используем вот такую двухкилограммовую форму. Естественно, все оборудование мы дезинфицируем кипятком. Понадобится друшлячок, шумовочка для мешания сгустка, ковшик, естественно, мармичка для того, чтобы процедить молоко. Опционально вот такая вот лира продается в интернет-магазинах для сыроварения, для нарезки, сгустка. Если лиры нету, то достаточно обычного длинного ножа. Дорогие друзья, первое, что нам надо сделать, ну, процедить все наше молоко. Если вы используете магазинное молоко, естественно, его процеживать не надо. Если используете фермерское молоко, ну, у нас никогда не было такого, чтобы что-то в молоке, что-то вот в этой марлечке оставалось, но все-таки, на всякий случай, мы его процеживаем. Перелили все молочком. Помещаем на край емкости термометр для контроля температуры. То есть, в принципе, можно использовать любой. У нас термометр, который стрелочный, он приказал долго жить. И теперь мы используемся уже термометром с дистанционным щупом. Я включил нагрев. Нам надо разогреть молочко до температуры 32 градуса. Накрываем его крышкой, чтобы никакая пыль туда не попадала. По поводу нагрева. Обязательно надо использовать водяную баню. То есть, на огне нагревать нельзя. Просто в кастрюле на огне. Потому что будет происходить очень быстрый нагрев. Если вы ставите кастрюлю на огонь, то температура донышка кастрюли порядка 250-300 градусов. Молоко перегревается. Естественно, погибает большинство молочнокислых бактерий при такой температуре. Как интенсивно его не перемешивай. Поэтому очень рекомендую, если вы варите сыр даже впервые, делайте водяную баню из двух кастрюль. Большую и меньшую. Меньшую ставите в большую. И наливаете в большую водички. Таким образом, чтобы, когда ставите туда меньшую, донышко касалось уровня воды. Получаете классическую водяную баню и в ней уже нагреваете сыр. Получите стабильный, хороший результат. По поводу заквасок и ферментов всю информацию, равно как и текстовый рецепт сыра, вы найдете, друзья, в описании видео. А мы ждем, пока наше молоко нагреется до температуры 32 градуса. Температура достигла 32 градусов. Отключим пищалку. В первую очередь вносим хлористый кальций. Так как у нас молоко не пастеризованное, вносим из расчета чайная ложка на 10 литров молока. То есть совсем немножко. Это 10% раствор. Внесли 2 чайные ложечки. Молоко тщательно перемешиваем. Сразу же после этого будем вносить порошок закваски. Рассыпем нужное количество порошка закваски по поверхности молока. И дадим ему не сразу перемешиваем, а дадим минутку постоять, чтобы порошочек регидрировался. А у нас 2 порции, да? Ну, у нас на 10 литров каждая порция. То есть минутку дадим ему постоять и потом тщательно перемешиваем молоко. Причем перемешиваем не по кругу, а именно вверх-вниз, чтобы заквасочная культура распределилась по всему объему молока. После этого накрываем крышечкой, продолжаем поддерживать температуру 32 градуса и оставляем на 45 минут. Через 45 минут внесем молокосвертывающий фермент. Нужное количество фермента мы растворили в 50 мл охлажденной кипяченой воды где-то за 10 минут до внесения. Вносим фермент, хорошенько перемешиваем и включаем секундомер. Теперь нам надо определить точку флоакуляции или точку начала образования сгустка. Ну, это, собственно говоря, когда начнет образовываться колье. После этого, исходя из точного времени, которое мы засекли внесения фермента, мы сможем рассчитать полное время образования сгустка. Хорошо перемешиваем фермент тоже такими движениями не только по кругу, но и вверх-вниз, чтобы он распределился по всему объему молока. И мы подготовили капроновую крышечку. Тоже отдали кипятком для того, чтобы убить все бактерии, естественно. Помещаем крышечку на поверхность молока. Сейчас она совершенно свободно крутится. Лариса вот сейчас покажет. Чик! Можно карусель включать. Ну, в смысле, там, для каких-нибудь домашних животных. Конечно, кошка туда не поместится, а меньше домашних животных у нас нет. Ну, в общем, если бы были, можно было бы для них устроить карусель. Ладно. Нам надо каждые 5 минут проверять крышечку. Когда она начнет прилипать к поверхности молока, мы вам покажем этот эффект. Это и будет точка флокуляции или точка начала образования сгустка. Через 13 минут крышечка прилипла. Вот смотрите, какой эффект. И вот попроверни. Она как бы возвращается назад, как на резинке. Значит, сгусток начало образовываться. Для сыра Монтерей Джек мы используем мультипликатор 3,5. Умножаем 13 минут на 3,5. Получается 45,5 минут. То есть, грубо говоря, от внесения фермента нам надо выдерживать сгусток 45 минут. При этом поддерживаем температуру 32 градуса. Через 45 минут после внесения фермента в теории наш сгусток должен быть готов. Проверим на чистое отделение. Берем ножичком и делаем разрез. Если разрез чистый и сгусток не прилипает к ножу, значит, он сформировался полностью. И наступило время его порезать. Порезать сгусток нам надо на кубики размером 0,6 см. То есть, достаточно маленькие. Режем вначале в одну сторону. Дегустатору очень любопытно, что там происходит. Главный дегустатор наш. После того, как порезали в одну сторону, режем пенпендикулярно. Стараемся, чтобы у нас получились как можно меньше. 5 мм, конечно, сложно 5-6 мм выдержать. Но, видите, Лариса старается так очень тоненькими полосочками его прорезать. Вообще, тонюсенькими. Также прорезаем сырок пенпендикулярно, крест-накрест. Порезали сгусток вот на такие маленькие кубики. Теперь его надо порезать по горизонтали. Мы порежем лирой. Если нет лиры, то можно порезать ножом, помещая его под углом к емкости или к кастрюле. Плотненький сгусток. Порезали по горизонтали и оставляем наш сгусток на сколько? На 45 минут, да? На 45 минут поддерживаем температуру 32 градуса. Не мешаем его, ничего не делаем. Накрываем крышкой, засекаем время и ждем. 45 минут. Нам надо начинать мешать наш сгусток и поднять температуру до 37 градусов. И отключаю нагрев. Поднимать температуру надо не быстро. Что там мешается? Сейчас он смешается. Ты так начала это, я побоялся, что он вообще слипся. Итак, поднимаем температуру достаточно плавно в течение получаса. Нам надо поднять температуру до 37 градусов. И в течение этого получаса постоянно оно раз в несколько минут, раз в 3, в 4, в 5 минут хорошенько перемешивать сгусток. Вообще, конечно, в идеале его мешать постоянно, но находиться возле него стоять в следующий час достаточно моторошно. Поэтому предлагаю перемешивать его раз в 3-4 минуты, друзья. Включили нагрев и начинаем перемешивать. Через полчаса температура поднялась до 37 градусов и зерно, вот смотрите, поднимем побольше зерна, мы его совершенно не измельчали никак. Оно очень сильно уменьшилось в размерах и уплотнилось. После этого продолжаем еще полчаса помешивать наш сгусток и поддерживать температуру 37 градусов. Еще через полчаса, покажи, пожалуйста, нам зерно, Ларис. То есть оно уже не уменьшается в размерах, вот такое, как и было, такое и остается. Ну, оно такое посуше стало и все-таки чуть-чуть еще уплотняется, да. Нам надо сейчас слить сыворотку до уровня зерна, ну, чуть выше, чтобы сыворотка покрывала чуть-чуть зерно. И еще полчаса перемешивать зерно, поддерживая температуру 37 градусов. Ну, тут уже не нужно стоять, мешать, там, по-моему, время от времени. Ну, да, время от времени помешивать. Сливаем сыворотку до уровня зерна. И еще полчаса, это уже последний ритуал танцев с бубнами с этим сыром, после этого будем его отделять с сырной зерно и помещать в форму. Вот примерно вот так вот у нас получилось. Мы слили сыворотку, она чуть-чуть покрывает зерно и поддерживаем температуру 37 градусов, полчаса, время от времени помешиваем. Естественно, готовим дуршлаг, чтобы зерно отделить от сыворотки и готовим форму. Через полчаса посолим наш сыр. Из расчета, солим неедированной солью, из расчета две столовые ложки соли на 10 литров молока. Солим прямо в сыворотке. Солить в зерне не стоит, потому что зерно может потерять, ну, наверняка потеряет липкость и потом сложно будет спрессовать качественную головку. поэтому солить лучше вот так вот в сыворотке прямо прямо в процессе. А ну, дай-ка мне я попробую. Отлично, солененькое. Дно формы застелили дренажным ковриком и начинаем перекладывать наше зерно в форму для прессования сыра. Перекладываем и по чуть-чуть вот так вот уплотняем. Поместили весь сыр в форму, ставим сверху поршень для прессования и груз. Сейчас я груз протру. Что-то на нем пыли много. И груз из расчета 2,5 килограмма на килограмм сыра. То есть у нас получается здесь 2 килограмма сыра мы ориентируемся. Значит, 5 килограммов груза. Прессуем полчаса. Друзья, через полчаса надо перевернуть наш сырок в форме. Сейчас попробуем это сделать. Ну и сопробуем. Сливаем лишнюю сывороточку и вытрушиваем его. Снимаю коврик. Снимаем коврик. Вот таким вот образом переворачиваем наш сырок. Одеваем сверху форму. Коврик положи лучше. и продолжим прессовать. Далее будем прессовать грузом 15 килограмм в течение 10-12 часов. Добавляем груза, лариса. лариса. Ну а завтра утром дорогие друзья перейдем уже к процессу обсушки. На следующее утро, то есть 12 часов провел наш сыр под тресом. Достаем его. Не достаем, а извлекаем. Извлекаем, чтобы быть совершенно правильно из формы. Постучить немножко. Не хочет извлекаться. Пошел. Представите, какая красивая головка у нас. Ух ты! Он такой плотный получился. Дорогие друзья, теперь нам надо его обсушить. Может сюда решеточку? Давай на этот положим. Обсушиваем мы его 2-3 дня до образования плотной корочки. Мы вам покажем. Каждый день, 2-3 раза в день переворачиваем его, грубо говоря, переворачиваем, чтобы он равномерно обсыхал. Ну и собственно говоря, через 2-3 дня сыр подсохнет. Мы покажем, до какого состояния он подсох. покроем его латексом и отправим на созревание. Очень ароматный сырок получился. Вообще такой вот сейчас яркий цветочный запах. Не знаю даже, чем это объяснить. Сейчас зима, коробы питаются сеном, а пахнет очень ароматно. Ну, ждем несколько дней, пока сыр обсохнет. Обсыхал монтерейджек 3 дня. Покрылся вот такой вот красивой корочкой. И теперь нам надо его покрыть латексом. В магазине 413.com.io появился черный латекс. Но он не черный, а какого-то такого интересного цвета. Какой-то серый. Берем силиконовую кисточку, но в принципе можно любую кисточку. И покрываем сырочек слоем латекса. Покрывать будем два раза. То есть вот так вот просто его красим. И вот смотрите, с торцов тут есть поры. Ну в процессе формирования сыра образовались поры. Наша задача эти поры хорошенько запечатать латексом. Он в принципе дышащий, но препятствует образованию плесени, так как он антимикробный. И надо чтобы наша поверхность сыра была хорошенько прокрашена. Монтрей джек по традиции покрывается именно черным воском. Кстати, надо заморочиться. Мы сделаем как-нибудь видео. Возьмем пакеты для вызревания сыра, возьмем воск и возьмем латекс. И проведем эксперимент. Мне самому интересно, что лучше. Вот так покрыли с одной стороны полностью. Эта сторона подсыхает. Покрываем с другой стороны. Сейчас я его по кругу тоже прокрашу. До половины прокрашиваем по кругу. Эта сторона подсыхает. Переворачиваем, покрываем с другой стороны. После того, как подсыхает вторая сторона, процедуру полностью повторяем. То есть покрываем мантерейджек двумя слоями латекса. Так гарантированно всякие сторонние бактерии не проберутся в наш сыр и не будет никакой плесени. Если же все-таки в процессе вызревания где-то на поверхности латекса появляется плесень, совершенно никакой проблемы. Можно смыть соляным раствором и потом это место еще оливковым маслом промазать. Немножко масло тоже создает защитную пленочку. Ну, собственно говоря, друзья, на этом рецепт сыра мантерейджек будем заканчивать. Через два месяца, естественно, будет дегустация. Покажем результат, покажем, что у нас получилось. Но, судя по самой головке, все получилось очень хорошо. Мне интересен вкус. Попробуем купить даже для сравнения вкуса. Сейчас вот стараемся именно для сравнения вкусов покупать аналогичный сыр. Но не все сыры у нас есть в продаже. Но мантерейджек, я думаю, найдем. Еще хотел напомнить, что Лариса ведет свой канал о путешествиях. Путешествия Даниила и Ларисы. В конце видео размещена ссылка. Подписывайтесь на наш второй канал. Там очень много интересных, полезных советов по организации самостоятельных путешествий. Дорогие друзья, будем заканчивать. Будем снимать для вас новые интересные видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Пока.